Гнотисе Аутон. Познай самого себя. Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале 20 века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова, изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацатурян на Первом медицинском канале. Андрей Петрович Козлов, доктор биологических наук, профессор, директор частного научно-исследовательского учреждения «Биомедицинский центр». Окончил биологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета в 1972 году, затем аспирантуру научного исследовательского института онкологии имени Петрова. В конце 70-х по гранту Международного агентства по изучению рака проходил стажировку в Национальном институте рака США в лаборатории доктора Роберта Галла. Профессор Козлов сотрудниками своей лаборатории обнаружил первые случаи ВИЧ-инфекции в России, выделил первые отечественные изоляты ВИЧ и определил их полные геномы. В настоящее время Андрей Петрович Козлов руководит проектом по разработке вакцины против ВИЧ. За исследования в области иммунологии и биотехнологии профессору Козлову присуждена Национальная российская премия имени Чумакова, Международная премия Пола Харриса, Звезда вернадского первой степени за вклад в развитие науки и медаль имени Мечникова. Профессор Козлов в студии медицины в контексте наша программа рассматривает разные аспекты эволюции. Говоря об эволюции, безусловно, мы подразумеваем некий прогрессивный процесс. В то же время теория, с которой сегодня нас ознакомит Андрей Петрович, имеет ключевые понятия, которые, по крайней мере, на семантическом уровне с прогрессом не ассоциируются. Но, тем не менее, когда я услышала об этой теории на эволюционном семинаре Александра Маркова, я настолько заинтересовалась, что подняла необходимость представить эту теорию и нашей аудитории Первого медицинского канала. Во-первых, это нетривиально. Во-вторых, это интересно. И, в-третьих, это имеет доказательную базу уже, что очень ценно. Спасибо, Андрей Петрович, что приехали к нам из Петербурга. Пожалуйста, эволюция путем неофункционализации опухоли, роль новообразования в прогрессивной эволюции. Да, спасибо. И мне самому интересно, вы знаете, для творческих людей вот эти связи, востребованность, интерес разного уровня, понимаете, он представляет, конечно, движущую силу. И однажды я делал сообщение, тоже по своей теории, для интеллигентной публики в одной из библиотек Санкт-Петербурга. И я им объяснил, что вот в чем наш интерес, вот тот, кто делает сообщение. Я говорю, вот оденьте сообщение, это когда ты делаешь доклад для ученых, там, специалистов. Причем тут тоже разные масштабы. Это может быть семинар на 10 человек, а однажды я делал доклад на 20 тысяч человек. Понимаете, там просто и уже и зала-то не видно, там он уходит за горизонт. То есть вот эти разные форматы сообщений, разные форматы связей, и это все стимулирует мыслительный процесс, это очень все важно. Это все очень важно. И потом это интересно. Это интересно и для специалистов, это интересно и просто для мыслящей публики. Понимаете, и вот если мы вспомним, там 18-19 век, ведь наука тогда была частью жизни общества. Причем какие-то там дамы света и полусвета приходили на эти лекции, лекции эти были событиями и так далее. И наша задача вот это поддерживать, понимаете, вот это вот царство духа, его поддерживать. Ну и в этом полезно всегда выйти за рамки уже устоявшихся представлений, дать пищу уму просто. Полезно поработать. Да, и теперь, значит, мы будем говорить о нашей некой новой теории. Давайте сначала вообще подумаем, а нужны ли теории? Что такое теории? Что это за роскошь такая? Тут, как говорится, мы знаем, что мы живем все в эпохе кризисов и всегда ничего-то не хватает, и только бы выжить, и зачем тут теории, понимаете? Я напомню в этой связи, что одна из выдающихся теорий 20 века, это теория происхождения жизни естественным путем, которую создал первый наш соседчинник, академик Александр Иванович Апарин в 1924 году. Только гражданская война кончилась, понимаете? И что же он там сделал? Ни много, ни мало опроверг Пастера, понимаете? Великого Пастера, на которого молились. Самозавожди. Да, да, да. И вот происхождение жизни естественным путем. Весь 20 век ставили эксперименты по этой теории, понимаете? И многого очень-то достигли. То есть получается, что теории как-то они, у них своя жизнь, они не ищут, в общем, удобных мест и так далее, и так далее. Теперь далее. А зачем вообще теории нужны в науке? Теории в науке нужны. Есть такое высказывание, нет ничего практичнее хорошей теории, понимаете? Теории, оказывается, позволяют объяснять мир, позволяют ставить новые эксперименты, позволяют решать проблемы. И вот если мы видим, что есть какая-то проблема, например, проблема рака, и мы знаем, что весь мир борется, борется, и достигли выдающихся результатов. По науке там и Нобелевских премий, и открытия, и так далее, и так далее, очень всего много. А проблема не решена. Значит, о чем это говорит? Значит, как-то не так смотрим, как-то не так что-то, ничего-то нам не хватает еще. И вот эта нехватка, ну, она вызывает, конечно, разочарование. У онкологов, так она просто, понимаете, одно дело педиатры, там дети, как правило, поправляются, а пациенты-онкологов, понимаете, не всегда поправляются. И поэтому это вызывает, конечно, разочарование. И вот эти, множество вот такого рода обратных связей, оно стимулирует ученых или научных сотрудников думать, а как вот, что еще, чего не хватает, что нового мы можем предложить. И вот такие были, вот мотивация у меня всегда была такая. Один из моих учителей... Вы же не одно десятилетие уже занимаетесь этой темой. Да много десятилетий, много. И вот один из моих учителей мне однажды сказал, что ты же решил побороться с раком, он говорит, в 15 лет. А я ему ответил, что я думал, что в 17. А он говорит, вот у меня тут записано, вот там, вот Козлов решил победить рак. Победить рак. Ну вот. То есть мотивации такие, значит, вот существуют, и я думаю, бояться не надо, вот потому что сложность, проблемы, а вот столько умов было, да, и вот не смогли. Это не должно быть препятствием, что, конечно, были умы, были и были великие достижения, но история, вот она развивается, и находятся новые умы, которые решают новые проблемы. И таким образом, понимаете, это вот получается такая вот внутренняя мотивация, что должна быть проблема, да, без проблемы мудрствование не имеет большого смысла, и копится, вот известный наш Нобелевский ряд, об этом писал в своей книге «Эксперимент теории и практика», что все-таки человечество, оно стимулируется нерешенными или неразрешимыми проблемами. А потом, как получается, ну, какие-то связи возникают в мозгу, они представляют интерес, сначала, ну, может быть, ты их не замечаешь, потом как-то ты продолжаешь, и оказывается, что некоторые идеи вот захватывают на всю жизнь и имеют вот самое удивительное развитие. Действительно, вот то, о чем я буду говорить, это плод вообще десятилетий, плод десятилетий. И о чем, значит, мы будем говорить? О роли опухолей в эволюции. Значит, оказывается, что эволюционный подход к наукам о здоровье, он вообще уже используется, да, и есть вот у нас уже и Дарвиновская медицина, и эволюционная эпидемиология, и эволюционная онкология. И в эволюционной онкологии, это не только вот мое направление, которое я развиваю, а есть и другие направления в эволюционной онкологии. И вот эти направления, они знаменуются какими-то книгами, такими ключевыми. И вот и у нас тут, и я вот такую книгу опубликовал, да. И вообще, вот видите, тут ссылки приведены с 83-го года, они еще и раньше были, с 79-го, я думаю, первая статья была. Да, вот 79-й год там указана. Причем, вот посмотрите, вот представление о соматической эволюции опухолевых клеток, оно было вот где-то с 70-х годов. И вот Новвол, вот он, к сожалению, недавно ушел из жизни, вот его портрет, я как раз когда на семинаре, это в тот день семинара это произошло, вот это был свежий номер журнала Science, где его был опубликован некролог, и вот один из ученых, который тоже эволюционные представления привнес в онкологическую науку. Теперь посмотрите, разные цели дарвинизма, эволюционной биологии и вот дарвиновская медицина, то что называется. Дарвиновская медицина, она ищет ответы в теории эволюции, для болезней, и вот оказывается, что действительно есть такие болезни, которые называются болезнями цивилизации, они связаны в основном с изменениями диеты, образа жизни и так далее, то есть очень практически направлено. А у эволюционной биологии другой интерес, вот какую роль патологические процессы могли играть в эволюции, и если мы вспомним о мутациях, то оказывается, мутация это патологический процесс, но правда занимались мутациями в основном биологии, поэтому как-то там, это не подчеркивалось, а большинство мутаций, 90% мутаций, они вредны для индивидуальных организмов, а эволюция невозможна без мутации. Я называю это парадоксом, понимаете, вот физики это слово используют, биологи не любят этого слова, и я называю это парадокс, патология против эволюции. С одной стороны патология, с другой стороны эволюция. И вот связь какая-то есть, и вот развитие парадоксально, и... Да, это известная такая дилемма, которая в западном мире, так сказать, очень подчеркивается. Теперь дальше. Оказывается, вот зарождение идей, они бывают, но носят такой иногда очень философский или очень теоретический характер. И когда я еще был совсем молодым человеком, я вот публиковал в журнале теоретической биологии, Journal of Theoretical Biology, и я пытался из каких-то очень общих принципов вывести следствие. И в биологии это не принято, вообще говоря, понимаете? В биологии принято вот все описывать, все описывать, и как-то там вот... Но оказывается, что вообще природа биологического закона, или закономерности биологической, она очень напоминает природу физического закона. А сейчас вот у нас в Питере проводится уже вторая конференция физики-биологии, да? И я в этом году заявил туда доклад под названием «Характер молекулярно-биологических законов». Это вот в ответ на книгу Фейнмана «Характер физических законов». Понимаете? И вот оказывается, что вот такого рода отвлеченные размышления, они приводят к идеям, да? А потом уже эту идею можно воплотить, понимаете, вот уже в биологическую книгу, а биология — это наука примеров считается, да? Потому что, понимаете, считать теоретически можно что угодно, да? И потом это надо как-то там подтверждать. А в биологии, если что-то реализовалось, это вот биологический пример, и это бесспорно, понимаете? И поэтому в биологии принято, и вот здесь оглавление книги, да? И, ну, принято вот так вот с таким спокойным порядком перечислять, вот, а что известно, какие существуют такие примеры из биологической науки. И вот оказывается, что оказывается, многие свойства опухолей мы просто упускаем из виду, да? Ну, например, многие опухоли наследуются. Причем, когда вот мы еще учились онкологией, я сдавал экзамены, экзамен, вот, операнский экзамен, он был по общей онкологии. И я его сдавал по книге Николая Николаевича Петрова «Общая биология». Это основоположник, отечественной онкологии. И тогда было принято говорить, что вот врожденная тенденция к развитию опухоли, то есть не то, а предрасположенность, да? То есть как-то не было принято говорить, ну, это и такой морально-этический аспект, не было принято говорить, что опухоли наследуются. Сейчас вот многие люди... Это детерминизм, он как бы, да. А сейчас просто говорят наследуемые опухоли, понимаете? Потому что открыли многие мутации, которые вот восприимчивались, например, к раку молочной железы и так далее, и так далее. Например, Анжелина и Джули, которые просто уже... Да, да, уже можно сделать, так сказать, профилактические, как говорится, операцию. Оказывается, существуют высокораковые линии вообще лабораторных животных. Вот смотрите, рак в 100% случаев. Это что, ненаследуемый рак? Конечно, это рак. И это надо иметь в виду. И вот первым, одним из первых, Джулиан Хаксли, вот эта книга-перевод на русский язык, а оригинал вот вышел в 1958 году, который вот рассматривал уже вот эти вот вопросы. С другой стороны, и вот это впервые я как раз подчеркнул из руководства по общей онкологии Николая Николаевича Петрова, оказывается, что опухоли широко распространены в природе. Тоже вот такой какой-то предрассудок, что ли, или недопонимание, или недознание, недоучение, что большинство людей думает, что опухоли только у человека, не только у человека, да. А опухоли распространены вообще по всему филогенетическому древу с очень небольшим числом исключений, с очень небольшими исключениями, понимаете. И это тоже надо, значит, это как-то меняет, понимаете, или наше мировоззрение в плане природы опухолей. Известно, что клетчатые онкогены, опухоли супрессоры, они являются древними. А мы уже в наших работах показали, они не просто являются, некоторые из них древними, они как классы самые древние среди генов человека. То есть, если они древние, они были с самого начала, значит, они были и у предшественника человека. Да, и более того, они по своей эволюционной древности превосходят все остальные гены человека. То есть, они могли быть, если не у первого общего предка, то во всяком случае близко там. Теперь еще одно удивительное свойство опухоли, что значительная часть опухолей просто никогда не убивает хозяев. И опять же, это не совсем широко известно. Все обращают внимание на злокачественные опухоли, ясно, что это проблема, понимаете. И поэтому основные усилия на то, как с ними бороться. Но оказывается, что половина или больше половины опухоли либо доброкачественные, либо никогда не убивают. И вопрос, а почему не убивают? А это не изучается, да? Потому что как-то до этого все занимаются тем, почему убивают. Не убивают и не убивают. А если мы поймем, почему не убивают, значит, мы в значительной мере можем решить проблему онкологическую. Теперь посмотрите, вот перечень, мы говорим, вот опухоли. Могли бы они в эволюции использовались? Давайте перечень. Наследуемые доброкачественные пограничные опухоли, эмбриональные опухоли, опухоли на ранних промежуточных стадиях прогрессии, опухоли с неполным набором опухолевых признаков, спящие опухоли, псевдоболезни. Что такое псевдоболезни? Когда получили распространение программы скрининга ранних стадий опухоли, оказалось, что многие опухоли, их много очень выявляются, но они не влияют ни на что. Их назвали псевдоболезними. Опять же, их никто толком еще не изучил. Их только-только открыли недавно. Ну, хорошо, мы говорим о опухоли, эволюция. Действительно, есть какие-то кандидаты. А какие свойства-то интересны в эволюции? Эволюция использует какие-то свойства, которые выгодны организмам и так далее. И вот оказывается, что в процессе эволюции мы знаем, что многоклещенные организмы увеличили число типов клеток и увеличили число клеток просто в этих многоклещенных организмах. И вопрос, а за счет какого процесса? И вот оказывается, что все процессы заняты. Все пролиферативные процессы заняты, и они регулируются. И понимаете, индивидуальное развитие имеет такой регулируемый характер. Шаг лево, шаг право, смерть. Понимаете, значит, а какой процесс-то поставлял? Вот я считаю, что опухолевый процесс. Понимаете, потому что опухолевые дают то, что называется избыточная клеточная масса. То есть избыточная, ненужная организму. А то, что избыточная, как гены новые происходят из избыточных копий старых генов, так и новые клетки могут возникать типы клеток из избыточных клеточных масс. И вот прогрессивная эволюция не совсем понятна, какие процессы снабжали эволюционирующие организмы клетками. И вот я отвечаю на этот вопрос. Опухолевый процесс. Теперь смотрите еще, что в опухолях много очень генов необычных активируется, и очень много необычных сочетаний генов. Это тоже могло использоваться. Опухоли, оказывается, способны к дифференцировке с потерей злокачественности. Это сейчас очень хорошо доказано. Ну, значит, и в эволюции это могло использоваться. Кроме того, у опухоли есть морфогенетический потенциал. То есть они способны образовывать структуры. И вот кожаные рога, вот как здесь изображены, они еще в человеческой истории описаны еще со средних веков. И сейчас растет представление об опухолях как о типических органах. Что значит опухоль как о типических органах? А то, что опухоль имеет структуру, то есть вот паренхему, строму, кровеносные сосуды и иерархию клеток. От стволовых клеток до более дифференцированных. То есть это вот такой вот орган. Полигон, полигон экспрессии, полигон, да, да, да. И получается, что опухоли есть как раз такой полигон. И вот эти свойства, которые я только что говорил, наследуемость, распространенность, доброкачественность, что вот могут они, наверное, играть роль. И Добжанский нам говорил, что в эволюции ничто не имеет смысла, как ни с точки зрения эволюции. И тогда вопрос. Если играли роль, то какую роль? И вот одна из таких ролей это роль в антогенезе. Оказывается, что существует такое понятие конвергенции анкогенных эмбриональных сигнальных путей. Что это такое? Некоторые анкогены открываются сначала как регуляторы развития, а потом как анкогены. Регуляторы развития открываются сначала как анкогены, а потом оказывается, что они регуляторы развития. Вот такая конверденция. Я вам сейчас приведу пример. Вот такая структура, и онкологи ставят диагноз папиллома. Оказывается, что это зачатки рогов у предкукол и жуков, в которых активируется инсулиновый ростовой фактор, который контролирует рост рогов и опухолевые процессы. Опять конверденция, и мы видим, что еще и структура похожа очень на опухоли. Теперь существуют много примеров, которые показывают, что некоторые опухоли уже сыграли роль в эволюции. Одним из таких примеров являются макромеланофоры, возникающие у меченосов из меланомы. Это классический пример, который уже известен около ста лет в науке. Другой пример — это бобово-резвиального симбиоза. Клубеньки — это вот такие опухоли, которые отличаются от корончатых галок тем, что они приобрели функцию. Меньше известен пример того, как злокачественные папилломы у грызунов привели к возникновению симбиотических макроворсинок. То есть у одних видов это вызывает смерть в определенном возрасте, но, правда, успевают оставить потомство. А у других вот эти папилломы злокачественные в симбиозе с бактериями приобрели свойство сбраживать клетчатку, и это оказалось выгодным. И вот, значит, это отобрано. Это наш известный генетик Воронцов открыл этот пример. И, наконец, яркий пример — это вообще опухолеподобный орган — это плацента. Это единственный орган, который нормальный, который метастазирует. И если ткань плаценты извлечь из организма, то она ведет себя просто как злокачественная опухоль. И вопрос вообще, а что отличает-то плацента от опухоли? А то, что она регулируемая. И вот получается, что во всех вот этих примерах, о которых я рассказывал, активируются эволюционно новые гены почему-то. И в плаценте это генсенситин, это такой ретровирусный ген, это гена эндогенного ретровируса, который предков когда-то инфицировал. А здесь он приобретает функцию уже. То есть вот пример эволюционно нового гена, приобретающего функцию. Такие же гены были и в клубеньках, и такие же гены у рыбок, у мещеносцев, у их макромеланофоров. И это привело нас вот к тому, что мы попытались связать опухолевые процессы с эволюцией генома, с возникновениями эволюционно новых генов. Что такое эволюционно новые гены? Это гены, возникающие не в опухолях, а в зародышевой плазме, то есть в клетках зародышевого пути. И теория очень хорошо сейчас развена. Одна из первых книг на эту тему, которая составила эпоху, это была книга Оно «Эволюция путем дупликации генов». Я был студентом, когда она вышла, и она огромную на меня роль влияние оказала и сыграла роль в моем развитии. И мне удалось увидеться с Оно и рассказать ему уже о своих делах. И он, так сказать, вот как-то меня тоже, вот это вот такая, знаете, связь, вот, помните, как Пушкин говорит, старик Державин нас заметил и благословил. Вот здесь такая же была ситуация. И вот посмотрите, известно, значит, много механизмов возникновения эволюционно новых генов, но теория не объясняет, где эти гены работают. И я как бы делаю следующий шаг и говорю, что эволюционно новые гены работают в опухолях, впервые активируются в опухолях. И в этом смысле вот моя книга из книги Оно, они вот связаны такой вот комплементарной связи. То есть там, где кончается Оно, начинается моя книга. И гипотеза, которую вот я уже много лет развиваю, видите, 79-го года, говорит о том, что наследуемые опухоли на ранних стадиях прогрессии могут играть роль в эволюции, предоставляя избыточные клеточные массы для экспрессии эволюционно новых генов, возникающих у ДНК зародышевых клеток. И играют роль, таким образом, в происхождении новых типов клеток, тканей и органов. Вот такая необычная гипотеза, она, тем не менее, так получается, что она ничему не противоречит. То есть, вот, понимаете, обычно, вот, знаете, есть такая мода делать неспровергающие теории. Вот мы сейчас тут все это отменим, а это вот, и вот, тем не менее, оказывается, что, знаете, вот квантовая... То есть она никого не обижает, скажем так. Не обижает, да. Вот, смотрите, квантовая механика в физике, вот такая была революционная теория. А ведь она же с классической-то механикой, она совместима вполне, то есть вот при определенных условиях начинается квантовая механика. Так и у нас. И вот в терминах существующих наук удается рисовать вот эти структурные формулы и диаграммы, которые, ну, принято вот в биологии рисовать, и они объясняют, объясняют то, что мы имеем в виду, причем с любой степенью детализации. То есть вот это молекулярная детализация, это клеточная детализация, и мы рисуем вот эти, как возникают обратные связи, как возникают регуляторные механизмы, которые в этом задействованы. Очень важный вопрос, который все задают во всех биологических медицинских аудиториях. Ну, хорошо, возможно, это один раз случилось, а как это наследуется? И ясно же, да, что для эволюции имеет смысл только то, что наследуется. И ответ вот какой. Значит, мы не зря говорили о наследуемых опухолях, и мы говорим, что новые типы клеток возникают из наследуемых опухолях, поэтому они наследуются. Эволюционно новые гены возникают тоже в зарудышевых клетках, и поэтому тоже они наследуются. А эпигенетические сигналы, оказывается, да, вот это очень важный шаг, что эпигенетические сигналы и модификации, определяющие наследование, это называется, паттерна экспрессии генов, оказывается, они тоже наследуются. И это вот такой вот недостающий шаг, который объясняет. То есть, таким образом, получается, что эволюционно новый тип клеток, он наследуется благодаря аналогичным, сходным с теми, которые уже используются при наследовании... То есть, вместе с эпигенетическими факторами. Да, существующих. То есть, вот смотрите, у нас, допустим, у млекопитающих там около 500 типов клеток, которые можно рассматривать как количественные дифференцировки. И вот возникает 501-й. И говорят, ну а как наследуется-то он? Ответ так же, как и 500 предыдущих. Предыдущих, понимаете, это не совсем понятно, но в принципе понятно, как они наследуются. Поэтому, опять же, ничего вот такого... Ну да, почему бы им не наследоваться? Да, почему бы им не наследоваться? Хорошо. Вот теперь еще две такие, два больших свойства теории. Это в том, что теория должна предсказывать и теория должна объяснять. И теория должна делать в плане предсказаний нетривиальные предсказания. То есть, такие предсказания, которые другие теории не делали. И вот наша теория, она, по крайней мере, вот три таких нетривиальных предсказания делает, которые мы уже экспериментально проверяем, и часть из них проверили. То есть, первое, это то, что возможен надбор опухолей на новые функции в организме. Второе, то, что число онкоденов и супрессоров должно соответствовать числу типов клеток. И, наконец, что в опухолях должны эксплуатироваться эволюционно-новый ген. Это центральная часть гипотезы. И вот посмотрим, что здесь можно проверить. Вот есть такие золотые рыбки, вот с такими замечательными шапочками. И они отбирались тысячи лет. И я, когда впервые эту золотую рыбку увидел, я сразу понял, что это опухоль. Но это надо было доказать. Поэтому мы проводили, так называемые, лонгитюдные эксперименты с сотнями мальков. И смотрели, как эта опухоль развивается, какие у нее свойства, какие гистологические свойства. И, собственно, диагноз составили онкологи. И онкологи были настроены скептически, очень скептически. И потом они сами доказали, сами поставили диагноз. То есть, не было маркеров онкологических? Нет, были. Вот они как раз и появились. То есть, вот Марк Абрамович Забежинский, он и поставил диагноз. А Марк Абрамович, это доктор медицинских наук, профессор неонкологии имени Петрова. Понимаете? Он всю жизнь ставил диагноз. И вот он поставил диагноз. Что, оказывается, шапочек, это доброкачественная папиллома. Понимаете? То есть, если они ее тысячелетиями селекционировали, то она следует... Значит, получается, что они селекционировали. Как любой селективный признак. Опухоль они селекционировали. Понимаете? И это, конечно, из ряда вон. Самое последнее открытие в этом плане мы сделали, вот используя шапочку, это вот буквально у нас позавчера был на эту тему семинар в лаборатории. Понимаете? Оказалось, что в дерме вот этой шапочки присутствуют какие-то типические метахондрии. И это электронные микроскописты, которые делали... А типические внешние или в функции? По структуре, да. По структуре. Понимаете? И вот вопрос, а почему? Это метахондрии, это точно метахондрии. Вот сейчас мы этим занимаемся доказать. Они считают, что это так, что по морфологии это так. То есть, понимаете, вот казалось бы, мы формулируем совершенно отвлеченное предсказание, которое приводит к совершенно конкретным экспериментальным новым данным. Понимаете? То есть, метахондрии, это не всегда такой башмачок. Да, да, да. И еще наши данные по искусственному отбору опухоли, они находятся в соответствии с очень интересными другими данными, которые другие авторы получают, что оказывается, что в ряду приматов позитивно отпираются многие гены, связанные с опухолями человека. Их называются tumor-related genes, так называемые. И вот оказывается, что почему-то они отбираются позитивно, то есть, они выгодны приматам. Что же это такое за гены, опухолевые гены, которые, понимаете, выгодны приматам? Можно передать приматам, да. Теперь, вот второе предсказание. То, что число онкогенов должно соответствовать числу клещных типов. Вот статья моя 96-го года, где прямо вот я это и пишу. Что вот раз я предсказываю вот такую теорию, значит, должно быть соответствие. И вот мы действительно, изучая распределение артологов генов по филогенетическому древу, показали, что... Через 20 лет. Показали, что имеет место коэволюция онкогенов, генов-супрессоров и дифференцировочных, так называемых, генов. Далее мы стали посмотреть, а что известно-то сейчас у нас относительно числа типов клеток и числа онкогенов. И оказывается, что не только нас интересует число типов клеток. Оказывается, делаются вот мета-анализы, статей, публикации, чтобы выяснить, сколько же у нас типов клеток. Оказывается, вот там около 400. Ну, по-другим там около 500. Ну, ясно, что это число будет как-то уточняться еще. А сколько у нас существует онкогенов? Вот по одним данным около 600, по другим около 300. Ну, тоже порядок вечерин сопоставимый. Понимаете, значит, действительно мы находим вот такого рода соответствие. Теперь третье предсказание наше, то, что должны экспрессироваться эволюционно новые гены. Мы их описали уже с дюжину таких генов, которые эволюционно новые экспрессируются в опухолях. И вот эта таблица, она приведена в недавнем уже моем обзоре, который вышел после книги уже, да, в международном журнале, в обзоре, который посвящен был экспрессии эволюционно новых генов в опухоли. Вот пример такого гена. Очень интересный ген, называется ПБОВ-1, экспрессия которого в опухоли молочной железы и глиомы связана, между прочим, с позитивным прогнозом для пациентов. И мы предположили, что он является вот новым типом опухолевого супрессора, и потом вдруг оказалось, что и другие люди через три года после нас это подтвердили для других опухолей. То есть, вот вам предсказание, да, то есть, если мы делаем предсказание, мы опережаем других, понимаете, мы опережаем там, вот, обычно мы все идем за американцами, а тут мы немножко их опережаем, понимаете. Это вот другой ген, пример, тоже эволюционно новый экспрессируется в опухолях. И еще мы показали, что целые классы генов могут быть эволюционно новыми, и здесь вот это представлено на этом рисуночке. Причем вот эти молодые замечательные люди, они делали вот эти исследования, это вот уже то, что называется биоинформатикой. И самые молодые гены у человека, это так называемые гены некодирующих РНК, понимаете. Вот последние там 5-6 миллионов лет между шимпанзеем и человеком эти гены были самые эволюционно молодые, экспрессирующие из всех, которые экспрессируются в опухолях. Значит, таким образом мы можем говорить, что смотрите, мы открываем новые вообще биологические феномены, экспрессируются на новых генах в опухолях, который был предсказан теорией. Это вообще редкая вещь, понимаете. Обычно ведь как делается? Теоретики пишут теории, экспериментаторы, если это их заинтересует, иногда подтверждают, иногда нет. Мы сами сформулировали теорию и сами подтверждаем. Далее мы идем, понимаете, по этой линии оказывается, что эволюционно новые гены, многие, они не имеют функций. И поэтому, чтобы показать эволюцию функций, мы стали работать на трансгенных рыбах, в которых можно индуцировать опухоли. И работая с этими трансгенными рыбами, мы обнаружили, во-первых, эволюционно новые гены рыб, которые в опухолях экспрессируются, а потом показали, что некоторые из них у человека кодируют функции, определяют функции, которых нет у рыб. То есть, таким образом, оказывается, мы можем проследить в эволюции возникновения новых функций, генов, которые... Которые самой рыбе не нужны, а потом... А потом вдруг они востребованы у человека, понимаете? То есть, и вот этим мы сейчас активно очень занимаемся. И буквально мы сейчас вот в процессе оформления международного гранта с итальянцами, которым это тоже гипотеза очень нравится, понимаете? И они будут делать как раз часть работы, связанную с рыбами. Теперь, помните, я говорил, что теория должна предсказывать, а теория должна объяснять. Вот мы видели, мы целых три группы экспериментов предсказали и делаем их. А кроме того, оказывается, мы еще очень много можем объяснять. Что мы можем объяснять? Вот посмотрите, это вот структура биологических теорий. Вот есть теория прогрессивной эволюции, ЭВДВ, это как эволюционирует антогенез. Есть теория биологии развития, теория регуляции, онкологические теории, теория эволюции генома. И вот оказывается, что теория эволюционной роли опухоли, в каждой из этих теорий она объясняет то, что эти теории не объясняли. Понимаете? И как-то объединяет это их всех. И еще очень интересно, что когда делаешь доклады среди представителей этих разных направлений биологических, все, то есть это просто разные люди. Мне говорят, как тебе не страшно идти к зоологам, эволюционистам. А всем оказывается интересно, понимаете? Потому что, значит, чего-то не хватало. И вот посмотрите, я сейчас приведу пример, что наша теория объясняет из того, что не могла объяснить теорию прогрессивной эволюции. Теория прогрессивной эволюции не объясняет, как возникает сложность. Как из более простой формы возникает более сложная. Как я уже говорил, существует запрет в биологии развития. Чуть запрета, но невозможно изменять развитие. Но оно происходит. Как оно происходит? Непонятно. Многие переходные формы не найдены. И ограничения, связанные с нормальным развитием, существуют. И теория не объясняет это. Ну, как-то происходит. Ну, собственно, это вот уязвимое место. Антиэволюционисты за него цепляются. И вот мы объясняем как. Мы говорим о том, что переходными формами являются популяции опухоленосителей. И они небольшие, они недолго существуют, поэтому их нету в палеонтологической лепости. В опухолях преодолеваются ограничения, связанные с развитием, потому что в опухоли снимаются эти запреты. И могут активироваться новые гены, и могут осуществляться новые комбинации. И если, понимаете, это оказывается выгодно, вот как в случае, помните, с плацентой или с папиломатозом, отбор тут же это фиксирует. И вот получается, что опухоль является поисковиком, другим поисковиком является естественный отбор. И вот эти два поисковых механизма, объединявшись, возникает то, что называется замороженный случай. Также возник генетический код, это frozen accident. И точно так же возникают новые типы клеток, тканей и органов. И это очень редкое эволюционное событие. Вот смотрите, за всю эволюцию многоклеточных возникло у млекопитающих 400 или 500 типов клеток. Не очень много, понимаете. То есть это не то, что это все время, очень часто происходит, но это происходит. И вот мы считаем, что опуляции опухоленосителей являются вот такими переходными проблемами. И вот уместно здесь процитировать Северцева, нашего великого вообще эволюциониста. Смотрите, что он пишет. Периоды ароморфоза редки. По всей вероятности, они были также и относительно коротки. Именно это может быть служой причины, почему палеонтологически мы находим малопереходных форм между большими группами. В частности, между большими группами соначивающих. И мы объясняем, почему. И получается, что стволовые вот эти вот темненькие кружки, это исчезнувшие стволовые предковые формы, могут быть вот этими нашими популяциями опухоленосителей. Теперь посмотрите, на удивление, онкологи, и более того, клинические онкологи, им очень интересно. Вот эта теория им очень интересна. Почему? Потому что мы говорим, что опухоли-то, оказывается, можно как-то регулировать, что опухоли, оказывается, можно переводить в дремлющее или в спящее состояние. То есть вот те обратные связи, которые мы рисовали для объяснения теории, вот там существовали вот такие стрелки, где была написана эволюция. Что вот эволюция усиливает эти обратные связи, и опухоль становится регулируемой. Если мы слово эволюция заменяем на слово терапия, то это вот то, что нужно терапевтам, терапевтам-онкологам. И оказывается, что сейчас вот уже такие подходы осуществляются. Это называется по-английски «checkpoints for cancer immunotherapy». И оказывается, что вот «checkpoint inhibitors», ну специфические какие-то моноклональные антитела, они в ряде случаев ведут к полному излечению, ну вообще, метастаз меланомы. Вы понимаете, вот бывшего президента Картера, да, его излечили, у него были метастазы меланомы, и он полностью излечен. Но в большинстве случаев это не удается. И вот поэтому люди, за которые занимаются чекпоинтами, они интересуются теорией моей. Вы в дополнение к этому вот... Понимаете? Да, да, понятно. И это, меня это очень вдохновляет, и дай бог, чтобы из этого вышел, понимаете, какой-то толк. Вот до вашего заключения я хотела сказать о той книге, которую упомянула, новая совершенно новая книга, Австралийка Бета-Ужваре с французскими коллегами только что выпустила. Она называется «Экология и эволюция рака». Вот что она пишет в аннотации. «Современное лечение рака основано на стремлении полностью уничтожить опухоль. Однако всегда остаются одна-две выжившие клетки. И пытаясь уничтожить все, вы фактически отбираете для лечения устойчивые к нему клетки. И идея эволюционного экологического подхода заключается в том, чтобы подладить лечение под опухоль, не уничтожить ее, замедлить рост и предупредить метастазирование. То есть, в ваших сторонниках их становится все больше. Да, да, да. И таким образом посмотрите, что, во-первых, те результаты, о которых я рассказывал, и они приведены в этой книге «Evolution by Human Financialization», которую я написал, они поддерживают представление о возможной эволюционной роли опухоли. И эта роль может составлять в том, что опухоли предоставляют дополнительные клещные массы для экспрессии эволюционного новых генов. Это первый вывод. Второй вывод, понимаете, он еще более широкий. Оказывается, мы создаем новую биологическую теорию, которая обладает предсказательной силой, которая объясняет целый ряд необъясненных биологических феноменов, и которая объединяет несколько существующих биологических теорий. И это очень здорово. Мне это очень нравится. Мне это очень нравится. Мне нравится этим заниматься. Мне нравится, когда из разных областей раздаются либо поддержка, либо критика. Потому что это живой... Не может быть, знаете, как у нас был такой почетный академик Морозов, он не отвечал на критику. Вы не помните, это вот это новое академико. Это не научное такое. Да, вот он мне отвечал на критику. Не может быть... Наука не может изолирована. Она только может быть в ткани всей науки. Понимаете? И когда ты выходишь... Некоторые мои друзья говорят, как тебе не страшно с этим выходить? То есть, понимаете, это же... Я вот с таким выходом... Я ставлю свою репутацию под удар сразу, да? А с другой стороны у вас есть возможность отстоять. А не страшно, понимаете? Потому что дело в том, что, понимаете, вот если что-то делается честно и на основе вот полученных, систематически полученных знаний... Да, достоверно статистически вы же не подтасовываете данные. Да. То не страшно, да? Любую критику можно понять и использовать во благо, да? И, ну, собственно, мы на это и рассчитываем, да? Мы рассчитываем, ну, и на поддержку научного сообщества, и вот на новую критику, на новые эксперименты. И пока это вот... Пока это получается. Пока, вот видите, число сторонников растет, число новых экспериментов растет. И это, в общем, замечательный процесс. Мне, знаете, что еще очень нравится? Что это происходит в нашей стране. И вот сейчас. И если все это так, как мы думаем, то это может быть примером того, как надо вообще вот у нас в стране тоже поступать-то, понимаете? Ведь у нас, ну, очень как-то сейчас, ну, пессимизм распространен. И не только в науке, понимаете? Да. Ну, и системное. И я считаю, что вот путь вот преодоления вот этого какого-то морального такого кризиса, он будет вот такой очаговый, понимаете? И вот мы видим, что у нас в стране создаются очаги of excellence, да? Вот эти вот центры экселленса. Либо это биоинформатика. У нас очень сильные биоинформатики. Либо это какие-то направления в медицине у нас есть, в диагностике медицинской у нас есть замечательные, у нас есть замечательные вообще клиники и центры, да? Либо, ну, вот мы смотрим, как вот развивается иногда наша архитектура, понимаете? Вот я вам скажу, вот сейчас в Питере построили западный скоростной диаметр, да? И еще построили новый стадион вот там на Крестовском острове. И вот куда туда приходишь, вот вся эта архитектурная панорама, оно производит какое-то сюрреалистическое совершенно впечатление, понимаете? Не думай, что ты в этом классическом Санкт-Петербурге. Это вообще какой-то, ну, совершенно конец 21 века, понимаете? То есть у нас, значит, происходят все эти процессы, да? И вот когда начнутся связи между этими очагами, да, мы вот должны, наверное, восприняться. Так же системно. Да, системно как-то это должно. Ну вот то, что я хотел рассказать. Спасибо. Спасибо большое. В Паскриптуме у меня для вас, на самом деле, два вопроса. Один серьезный, другой несерьезный, хотя как посмотреть? Давайте начнем с несерьезного. Хотела предложить вам пофантазировать. Наверное, собственно, про них, про этих ребят, голых землекопов, часто вам задают вопросы на ваших лекциях. Но считается, что это вот существа, которые практически не болеют раком. То есть там очень низкий процент в мире животных, у них очень низкий процент рака. Существа специфические живут под землей, у них специфическая физиология, значит, это зрение специфическое, терморегуляция. В связи с вашей теорией, если они не болеют раком, очевидно, и те существа, из которых они произошли, может быть, тоже не валили. Вот как это связано, сейчас я поясню, что я имею в виду. Нет ли подкрепления от вашей теории в том смысле, что к ним не попали новые гены, которые могли бы... Вот у них очень узкий этот адаптивный репертуар, которые могли бы из них сделать что-то более продвинутое. Но это фантазия. Вы знаете, вот смотрите, один из моих примеров, что я приводил, вот тот, который Воронцов описал, вот этот, когда папилломатоз приводит к возникновению симбиотических ворсинов, он тоже укопающих грызунов. Они тоже подземные, понимаете? То есть, может быть, тут есть какие-то... То есть, может быть, там какой-то процесс идет, а мы просто не знаем. Более глубокие связи, да. Теперь смотрите... Потому что их изучают, чтобы понять их механизм якобы защиты в целях онкологических, но все может быть не так. Да, дело в том, что, смотрите, можно ведь изучать и в рамках существующих теорий, то есть, например, в рамках существующих теорий можно изучать баланс инкоденов и генов-супрессоров опухолевого роста. И не исключено, что и здесь тоже найдут какие-то ответы. Точно так же, как считается, что у слонов или китов, у них больше просто супрессоров, и это как-то там подавляет опухолевые процессы. Теперь посмотрите еще. В более общем плане я дам ответ. Когда я говорил о том, что опухоли распространены по всему филогенетическому древу, тем не менее, некоторые группы, они не подвержены опухолям, или в меньшей степени. Это вот, например, нематоды и силахиевые. Хотя сами группы успешны, но они не дали ароморфозов, они не дали усложнений. И поэтому у них там относительно... Хотя акулы тоже болеют опухолями, это доказано, но очень редко. Либо мы еще, так сказать, недостаточно это изучили. Более того, даже из акул пытались выделять ингибиторы опухоли, понимаете? Даже лекарства какие-то. И получается, что... Я показывал вот это... Северцево вот эту... Да-да-да. На ароморфоз, да. Понимаете? И вот... То есть... Вот силахиевые и нематоды, они на эволюционном древе занимают определенные места. И мы уже говорим, что вот это исключение из общего правила какого-то. Может быть, мне надо будет повнимательнее вот с этим примером, что вы говорили. И да, популярный сейчас очень. Но я еще раз как бы хочу сказать, ну не то, чтобы, понимаете, мы вот строим теорию, чтобы, так сказать, ну все абсолютно там объяснить и так далее, и так далее. У нас все-таки есть какая-то магистраль, понимаете? Ну понятно. И получается интересно, знаете, например, я вот вам сейчас приведу пример. Я хотел в свое время... А смогу ли я объяснить вот феномен раково-эмбриональных, раково-тостикулярных антигенов? А потом я объяснил. То есть, почему некоторые гены экспрессируются только в опухолях и только в семенниках, в яичках, да? И я потом буквально, знаете, хлопнул себе. Ну, конечно, эволюционно новые гены возникают-то где? В зародышевых клетках? В зародышевых, конечно. Вот они, поэтому они там экспрессируются, понимаете? То есть, они поэтому экспрессируются в зародышевых клетках и в опухолях. И потом мы вот когда... И я сказал, ребята, давайте мы покажем, что концерт гены эволюционно новый. И мы показали, что весь класс эволюционно новый. Это была первая работа, и сейчас на нее все ссылаются, понимаете? То есть, вот как работает вот в данном случае обобщенная голова, я бы сказал, понимаете? Потому что вот тут я сторонник, это знаете чего? Вот я сторонник того, что вот эта, ну так называемая гениальность, это свойство подготовленного мозга в нормальном микроокружении, понимаете? И когда вот работает там научный сотрудник, он, конечно, в нем оперирует вот эта вот какая-то духовная субстанция, сознание вот это в большом таком. И тут вот взаимодействие получается, да, вот человеческой личности с этими вот законами вот уже, которые имеют свою жизнь. Свою жизнь, понимаете? И, как говорится, хорошо, если мы попадаем вот в это место в это время просто. Второй вопрос, он не вполне медицинский, онкологический, теоретический, он практически. Теория нетривиальна. Мне интересно, есть ли различия, такие выраженные различия в ее восприятии? Я знаю, что вы много ездите, много читаете доклады, выступаете на конференциях. У нас и на Западе радикальные различия есть в восприятии такой нетривиальной теории? Вот между нами и Западом, ну я бы не сказал. Скорее между профессиональными сообществами? Я бы не сказал. Ну, я бы сказал, что так вот, что, конечно, некий элемент изумления, он есть, потому что вот этот вот парадокс, который я называю патологией против эволюции, он, конечно, для мозгов, он воспринимается трудно. И вот я вам приведу пример вот своего учителя, доктора Галло, первооткрывателя вируса спида, я был у него пустдоком. И в течение многих лет, вот эта первая статья моя 79-го года в журнале Ферретика Байловича, она вышла из его лаборатории. Понимаете? В течение десятилетий я делал вот доклад у него на научных его конференциях и так далее, и так далее. И вот последних два доклада я сделал один в его институте в феврале в Балтиморе, а вот месяц назад на конференции, его юбилейной конференции в Неаполе, и он, будучи очень выдающийся ученый, конечно, хотя экспериментатор, и он мне сказал, что фактологическая основа увеличивается, и способ изложения улучшился. И вот он предложил, когда мне сделать симпозиум на его конференции, это признание. Но на это ушло сколько лет. Много лет, да. И внимательного, такого вдумчивого отношения. Да, и доброжелательного, поскольку вы у него как бы делали работу. Да, и причем, вы знаете, я должен сказать, последний раз, когда я делал доклад, он с таким напряжением это слушал, это не просто так, вот знаете ли, то есть это нормальный вот такой профессиональный подход. А научному сообществу что нужно? Доказательства, доказательства. Нет, да я просто, наверное, разные сообщества все-таки по-разному воспринимают. я помню, я делал доклад в Америке однажды в сообществе биотехнологов. Ни одного вопроса. Не, ну это другие ребята. Очень специфическая публика. Мой аспирант позавчера делал доклад на конференции молодых ученых здесь в Москве. Он говорит, его чуть не разорвали. Понимаете, то есть такой был такой был накал. Он говорит, я, а перед этим он делал доклад в Америке, вот несколько дней назад он прилетел из Америки и сразу прилетел на эту конференцию молодых ученых. American Association for Cancer Research 20 тысяч участников. Это в Вашингтоне недавно закончилась эта конференция. И он говорит, и там было большое обсуждение, но он говорит, но здесь это был просто накал страстей. Ну, биотехнологи практичные люди. То есть я хочу сказать, что, понимаете, вот разные пара, причем я делал доклад в аудитории иммунологов совершенно другие вопросы. Но совершенно другие вопросы. Понимаете? Эволюционисты и онкологи совершенно разные. вопросы, да? И причем я говорю, вот я отмечаю, что клиницисты, у них просто они симпатизируют. Они вот хотят вот как-то найти. И мы ищем, вот какие мы можем общие... Я должен сказать, что ведь одна из вакцин на основе моих генов, она проходит вторую фазу клинических специаний в Америке. В Америке. Понимаете? То есть это большое. И вот мы... Как вот мы можем... И вот у нас такая идея... Вот есть такое понятие метрономная терапия. Это вот относится она как раз к экологической... Не убивать опухоль, а ее как-то поддерживать. И вот мы говорим, давайте вот мы метрономную терапию вместе с иммунотерапией. Вот чекпоинт, это же иммунотерапия. И вот это... И все... Они согласны. Вот автор этого письма он тоже согласен, что надо делать комбинированную терапию. То есть вот чекпоинт с еще какой-то там, да, понимаете? То есть и здесь вот поле, это поле уже для... Взаимодействия. Ведь посмотрите, что такое фундаментальная наука? Фундаментальная наука дает рамку, да? А внутри этой рамки начинается уже технология. Начинается внедренческая наука. И здесь уже все очень конкретно. Вот ген, вот белок, вот лекарства, вот вакцина, вот клиническое испытание. И все очень ответственно и очень конкретно, понимаете? И в этом плане вот мы понимаем вот этот путь, по которому мы должны идти, понимаете? И ответственность мы понимаем, понимаете? Потому что я же говорю, что основная мотивация это все-таки помочь людям, понимаете? Вот эта башня с черного дерева, или слоновой натулогу. Это вещь такая, знаете ли, отвлеченная. Может быть, идея и рождается там, понимаете? Но потом это надо засущать рукава и работать уже, понимаете? Спасибо огромное. Я желаю вам больших успехов в движении, развитии и внедрении. Спасибо. 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 Спасибо.